Итак, уважаемые служители, добрый вечер. Мы начинаем потихоньку наш семинар сегодняшний. Кратко, некое вводное слово небольшое о том, чем мы будем заниматься, чему будет он посвящен. Тематика нашего семинара – это корректная установка счетчиков-аналитики на сайты с использованием CMS. На примере сайта на 1SBitrix. Причина нашего семинара – очень большое количество слушателей, в частности, приходящих к нам на курсы аналитики, задается вопросом, а как вообще корректно поставить счетчики. Обычно для них это бывает уже поздно, курс начался, неудобно, данные собраться не успевают. Поэтому мы хотим рассказать о правильном подходе реализации счетчиков-аналитики на сайте заблаговременно. Для всех, кому это интересно, также, я думаю, будет полезно. Кратко обо мне. Я являюсь преподавателем центра специалистов уже три года. Здесь на сайте специалистам информация обо мне, если кому это необходимо. Сертификационные статусы, небольшое описание в моем опыте работы. Я сертифицированный преподаватель по курсу Google Аналитики, по курсу 1SBitrix, по курсу AdWords, соответственно, по курсу еще Scrum. Преподаю, помимо этих курсов, ряд других еще курсов. Расписание можно посмотреть здесь же на странице. И буквально в ближайшее время у нас начинается курс аналитики. В частности, мы адресуем свой семинар тем, кто собирается на него. Этот курс начнется у нас 18 апреля. У нас есть слушатели на вебинаре. Их довольно много. Благодарим вас за то, что вы с нами. Соответственно, есть еще и четверо слушателей у нас в аудитории. Я думаю, может быть, еще кто-то присоединится по ходу нашего семинара. Сразу хочу сказать, что слушатели в аудитории будут задавать вопросы прямо. Соответственно, слушатели на вебинаре могут задавать вопросы в чат. Я вижу ваши вопросы, ваши диалоги. Они у меня выведены на другом экране. Поэтому я буду стараться через каждые 5-10 минут устраивать некую сессию вопросов и ответов. И, в свою очередь, хотелось бы, может быть, уже сейчас вопросы какие-то, если есть, организационные. Поначалу нашего вебинара услышите. Я готов на них ответить. Коллеги, вопросы? Вопросов нет. И мы стартуем. Сразу скажу, что я буду показывать процедуру, начиная пошагово с самого создания счетчика на сайте Google Аналитика. Для этого мне понадобится аккаунт в Google Аналитике. Вы можете просто следить за процедурой непосредственно на экране. Можете повторять, если есть такая возможность у вас это делать самостоятельно. И, соответственно, я буду показывать процедуру корректного размещения этих счетчиков на сайте на базе Bittrex. У меня установлена демо-версия сайта на Bittrex здесь на компьютере. И на базе этой демо-версии я постараюсь подробно рассказать все аспекты установки счетчиков. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что установка счетчиков на других CMS, таких как Drupal, WordPress, Joomla, очень похожа по принципу, но, естественно, отличается по интерфейсу. Поэтому, я думаю, это будет полезно и тем, у кого сайт не обязательно на Bittrex. Но, естественно, показать варианты установки на всех движках это невозможно, их слишком много. Поэтому будем ориентироваться сейчас на, в частности, систему Bittrex. Итак, мы сразу еще предупрежу, наш семинар будет примерно где-то около 30 минут длительностью. И повторюсь, где-то в течение этого семинара я постараюсь, возможно, 10-15 минут еще уделить на сессию вопросов и ответов. Итак, с чего обычно начинается работа с системами аналитики? Первично, когда вы зарегистрировались на сайте Google Analytics, находится этот сервис по адресу google.com.analytics. Можно использовать для регистрации любой пароль, любой логин. В основном, в качестве логина используется e-mail, причем вы можете использовать e-mail от какого-то совершенно другого вашего аккаунта в другом почтовом сервисе. То есть, совершенно не обязательно для этих серий создавать аккаунт непосредственно в Google почтовый, либо какой-либо другой. Здесь, в частности, у меня созданный аккаунт на моем личном e-mail, и это совершенно нормально. В сервисе Google Analytics вы стартуете, если у вас уже есть какие-либо аккаунты внутри него, с раздела администрирования, администратор. Соответственно, если у вас абсолютно новый аккаунт, скорее всего, вы сразу же начнете со страницы создания и настройки аккаунта. Я покажу это на примере уже в ситуации, когда у меня есть в этом аккаунте какие-то учетные записи. Поэтому мы стартуем с того, что у нас уже есть авторизация. Мы уже находимся на сайте Google Analytics. Перед нами раздел администрирования. И мы собираемся подключить к Google Analytics наш новый ресурс, который мы собираемся в дальнейшем анализировать средствами Google Analytics. Первая наша операция, как вы видите в Google Analytics, любое добавление сайта состоит из трех этапов. Это аккаунт, это ресурс, это представление. Стартуем мы всегда с аккаунта в выпадающем списке. Есть опция, называется она «Создать аккаунт». Сейчас я буду создавать тестовый некий аккаунт, поэтому это будут какие-то примерные данные. Я не буду стараться заполнять реальные данные, но принцип, я думаю, будет понятен. Итак, я нажимаю «Создать новый аккаунт». Система мне предлагает два варианта. Либо это веб-сайт, либо это мобильное приложение. Мы будем ориентироваться с вами, конечно, на веб-сайт. Это основной наш сейчас тренд для изучения и для использования его. Хотя, конечно, мобильное приложение тоже вещь актуальная, но принципы настройки там совершенно другие. Мы выбираем веб-сайт и указываем для нашего аккаунта название. Я сейчас название использую «Тест» и задаю наименование ресурса. Наименование ресурса лучше указать таким, чтобы было понятно, о каком сайте идет речь. Когда вы будете видеть это наименование в аккаунте, вам будет легко понять, о чем, о каком ресурсе здесь идет речь. Итак, название сайта. Пусть будет, допустим, для меня это сайт на битриксе. Сайт на битрикс. И URL-адрес. Сейчас у меня будет использоваться URL-адрес моего сайта. Этот адрес такой немножко нестандартный. Это локальный адрес. Этот адрес будет localhost.61448. Попытаюсь добавить его. Если мне получится это сделать, хорошо. HTTP протоколу надо убрать, потому что протокол выбирается слева. Причем, если ваш сайт откликается по HTTPS протоколу, лучше сразу же выбрать HTTPS. Следующий шаг – это выбор отрасли. Это опция довольно интересная, предоставляемая Google Аналитикой, для того, чтобы вы могли получать специальные отчеты, которые позволяют вам сравнивать статистику вашего сайта с средней статистикой других ресурсов в вашей нише. Это возможно только при условии выбора отрасли и остальных опций. Поэтому можете это делать, можете этого не делать. Предположим, мой сайт связан, например, с бизнесом и промышленностью. Я обязательно указываю часовой пояс отчетов. Обратите внимание, что здесь нужно указать часовой пояс не того места, где вы сидите сейчас, а того места, где вы будете анализировать эти данные. То есть, по сравнению с каким часовым поясом вы будете собирать статистику. Предположим, ваша аудитория – вся Россия, но ваш основной головной офис в Москве. Логично предположить, что здесь тогда вы будете выбирать московский регион. Если это будет Новосибирск, то, наверное, предпочтительным будет выбрать часовой пояс Новосибирска. Итак, для поиска удобнее всего использовать первые буквы названия страны «Россия» и «Москва плюс ноль». Для меня это будет сейчас наиболее рационально. Следующие галочки позволяют просто нам предоставить определенный объем информации из нашего аккаунта с сервисами, продуктом Google или каким-то неким другим организациям и структурам. В частности, здесь мы можем передать обезличенные данные наши, предоставить для продуктов и сервисов Google. В частности, например, для интеграции с другими сервисами Google, такими как Google Центр веб-мастеров, предположим, и другими. Сравнение. Анонимно надо включать мои данные в состав агрегированных данных. Речь как раз идет о том, о чем я чуть выше говорил. Когда мы будем сравнивать наши усредненные показатели, обезличенные с другими ресурсами в нашей сфере деятельности, эта опция нам позволит это сделать. Техническая поддержка позволит передавать права техподдержки Google на доступ к нашему аккаунту. Дело в том, что у Google Аналитики как такового нет технической поддержки фактической, поскольку этот сервис бесплатный. У этого сервиса есть платная версия, где техническая поддержка оказывается. Для бесплатных же стандартных аккаунтов техническая поддержка отсутствует, поэтому включать ее или нет, это на ваше усмотрение. Специалисты по аккаунтам. Здесь можно передать возможность доступ специалистам Google по аккаунтам и по маркетингу, получать доступ к нашему аккаунту, чтобы опять же от них получать советы по оптимизации. В целом это, наверное, разумная опция. Письма приходят не так часто, они не надоедают и содержат действительно содержательные рекомендации. На этом первичная настройка аккаунта завершена. Нажимаем кнопочку «Получить идентификатор отслеживания», после чего нам открывается соглашение об условиях использования Google. Можно выбрать Россию. Тогда это соглашение превратится в русскоязычный текст. Мы с ним знакомимся и нажимаем «Принимаю». По меньшей мере одно поле содержит недействительные данные, и я даже подозреваю, какое. В данном случае это адрес, который является локальным, и это очевидно. Хорошо, я тогда использую другой адрес из числа реальных, своих, нажимаю «Получить дополнительный идентификатор», принимаю. И меня сразу же система перебрасывает на следующий этап, который называется «Создание ресурса». И на этом этапе мы уже получаем готовый код отслеживания, который мы должны разместить на страницах нашего сайта. Причем мы должны его разместить на всех страницах нашего сайта, которые собираемся отслеживать. Как вы понимаете, далеко не все страницы должны получить этот код, но, например, в частности, страницы административного раздела, страницы личных кабинетов, пользователей, возможно, не должны содержать этого кода. Но, забегая вперед, сразу скажу, что этот код еще пока не полный, то есть нам придется в него кое-что добавить. Поэтому я сейчас его скопирую себе, но пока еще размещать не буду. Воспользуюсь для этих целей, допустим, ноутпадом или блокнотом. И двинусь дальше. На этом этапе здесь есть целый ряд инструкций, которые нам помогают сориентироваться в правильном размещении этого кода. Во-первых, здесь видна инструкция, которая позволяет реализовать размещение его через include.php функции. Это довольно распространенный способ подключения вашего кода отслеживания, хотя и, конечно, не единственный. В противном случае, если мы не хотим использовать специальный файл, в котором мы будем содержать все наши коды отслеживания, то мы можем использовать этот код для вставки напрямую в раздел head каждой страницы. Желательно перед закрывающим тегом head. Если мы будем использовать include функцию, то, соответственно, мы будем использовать, вставлять ее сразу после открывающего тега body. В этом разница между этими подходами. Что такое способ include функции? То есть мы можем создать на нашем сайте hp-файл, назвать его любым образом, например, так, можно как-то покороче. Внутри этого кода мы можем напрямую разместить вот этот самый полученный нами JavaScript код и дальше непосредственно в body tag, сразу после открывающего тега body, прописать вот эту вот инструкцию, которая будет подключать содержимое этого файла каждый раз, когда будет формироваться страница. Для битрикса, в частности, работает и тот, и другой способ. Я сейчас покажу прямой способ, самый простой, когда мы будем код счетчика интегрировать напрямую в страницу сразу перед закрывающим тегом head. Вопросы? Скажите, пожалуйста, когда мы, если мы выбираем вариант, когда мы прямо до сервака стучимся, где вот от Google там, ну, файл типа, там, txt, google.la номер внедрили. А если мне туда еще понадобятся какие-то дополнительные вот вещи, как, ну, я не знаю, я хочу отслеживать, например, там, социальный возраст, там же для этого кадры надо дописывать. Как в таком случае действовать? Если мы стучимся до сервера и прямо на сервере размещаем этот вход? Соответственно, единственный способ это редактировать напрямую. Ну, я вот сейчас покажу, как это делать с самим шаблоном, в частности, с битриксом. Но если мы размещали этот код через функцию php-include, то тогда просто мы открываем для редактирования этот файл и в него просто напрямую вносим изменения. Больше от нас ничего не требуется. Дальше цифры, буквы, буквы, slash-txt и так далее. То есть там нет ничего такого-то, об настройках всего. Что это за файл такой чудесный? А это именно когда ты до сервера своего стучишься, именно через сервер, и в самом сервере свой код подслеживания включаешь. Не совсем понимаю, о чем ведется речь. Давайте я, может, попозже тогда отвечу на этот вопрос. Да, на примере, может, вы покажете. Но в следующую сессию, тогда сейчас я продолжу, просто на этом этапе мы завершаем, собственно, настройку кода, хотя еще не до конца. Хотелось бы сразу сказать, что, в частности, в Google Аналитике есть много дополнительных функций, которые по умолчанию не настроены. В частности, мы можем перейти сейчас в настройки ресурса. И здесь мы увидим, что для нашего сайта мы можем включить целый ряд функционалов, включая функции по демографическим отчетам, например. Функция для рекламодателей пока находится в режиме бета. Я пока ее не буду задействовать. А вот демографические отчеты – это, как правило, очень интересный формат отчетов. Он всем очень интересен, всем нравится. Позволяет просматривать полувозрастные характеристики вашей аудитории и сферы их интересов. Как правило, для маркетинга это бывает очень интересно. Но для того, чтобы включить эту опцию, необходимо выбрать вкл, сохранить настройку, но этого тоже недостаточно. Помимо того, что эту опцию необходимо включить в интерфейсе, необходимо также еще чуть-чуть кастомизировать код. Детальная информация доступна по ссылочке подробнее. Вы можете ее открыть. Эта ссылочка открывается в отдельном окне. Здесь есть инструкции для двух форматов кода. Для GA.js – это устаревший код, который уже сейчас выводится из использования в Google Аналитике. И новый формат кода – Analytics.js, который по умолчанию всем рекомендуется. Можно открыть эту инструкцию. Здесь вы видите, что внутри стандартного традиционного кода необходимо имплементировать еще одну строчку. Выглядит она вот так. Ее достаточно просто скопировать отсюда. Я возвращаюсь в свой код, который у меня сохранен. И ее необходимо внедрить между функцией Create и перед функцией Send. Еще разок проверю себя функция Create и функция Send. Что я сейчас и сделаю. Добавлю эту строчку. Что сделать? Они не одинаковые. Там нет вашего уникального идентификационного номера. Здесь у вас специально указан UA.xxxxxxxxx. И можно подумать, что это немножко странный сайт, посвященный какой-то тематике неправильной. Поэтому мы так делать не будем. Мы оставим наш код, идентификатор Google ID и просто добавим в наш код. На самом деле, при подключении различного рода услуг в Google Аналитике, помимо этой строчки, возможно, вам понадобится еще и ряд других вещей включить. В частности, если вы захотите активировать улучшенную атрибуцию ссылок, это тоже потребует для вас кастомизации небольшой кода. И ряд некоторых других функций также требует редактирования кода. Но даже не редактирования, а просто добавления в него определенных параметров. Я на этом примере остановлюсь. Это наиболее, наверное, интересная и ценная функция, которая требует включения сразу же. И фактически у меня готов код отслеживания. Главное, нам не забыть нажать кнопочку «Сохранить». Функция демографических отчетов активирована. Теперь я приступаю. Так. По умолчанию у меня требуется выбрать представление. Эту ошибку я исправляю. Все данные по веб-сайту. Только еще разок нажимаю «Сохранить». Теперь я вижу сообщение о том, что сохранение выполнено. Ошибок больше я не вижу. Все окей. И на самом деле на этом работа с Google Аналитиком пока завершается. Я могу переходить к своему сайту для того, чтобы внедрить этот код на все страницы своего сайта. Это будет наиболее такая развернутая работа. Повторюсь, это будет сайт на 1С Битрикс. И мы постараемся сделать это максимально корректно, насколько это возможно на первом этапе. Хотя бы для того, чтобы уже сейчас начать собирать первичные данные, для того, чтобы когда вы придете на курс аналитики или начнете непосредственно заниматься уже отслеживанием конверсий, чтобы у вас эти данные начали собираться в аккаунт. Итак, сейчас я нахожусь в разделе «Администрирование». У меня административный логин и пароль, то есть я являюсь администратором сайта, то есть у меня все наборы прав есть. Я в первую очередь начну с просмотра содержимого списка сайтов, которые у меня есть в системе. Сейчас он у меня один, у него есть идентификатор. Если провалиться в этот сайт, то есть зайти в его параметры, то я в самом низу этих параметров вижу шаблоны сайта, которые используются у меня на сайте. Дело в том, что так же, как и в других CCMS, таких как WordPress, Jumla, Drupal, Bittrex, используют модель шаблонов, метод шаблонов. Что такое шаблон? Шаблон – это, собственно, некая сущность в системе, которая отвечает за визуализацию макетов наших страниц. То есть в шаблоне хранятся графические элементы, из которых формируется наш дизайн макета страниц, и программные файлы, которые управляют логикой отображения страниц, элементы, верстки. А также там содержатся CSS-файлы, которые отвечают за визуальное оформление наших страниц. Шаблон, как правило, на сайте может быть один, их может быть несколько. И простота имплементации кода заключается в том, что этот шаблон используется на всех страницах нашего сайта, которые видят пользователи. Поэтому использование CMS очень сильно упрощает размещение кода. Нам не надо будет вручную сейчас ходить по всем страницам и внедрять его в каждую отдельную страницу. Мы просто сейчас откроем тот шаблон, который используется в системе, и интегрируем этот код непосредственно внутрь шаблона. Давайте познакомимся и посмотрим, что сейчас у нас есть в системе. Мы видим, что есть шаблон «Настольное приложение». Это шаблон системный. Он нам не нужен. Этот шаблон отвечает за административный раздел, в частности. Поэтому обслеживать его посещаемость нам нет необходимости. У нас есть широкий шаблон, который используется во всех остальных случаях, когда обращение происходит не в раздел «Десктоп-ап». Здесь ситуация самая простая, примитивная. У нас всего лишь один шаблон. Но хочу вас предупредить, что далеко не всегда в системе «Шаблон 1». Очень часто бывает так, что в системе используется 2-3 шаблона, иногда больше. Для каких целей? Один шаблон может работать, например, для одного раздела сайта, для другого раздела сайта будет работать другой шаблон. В случае, если на сайте используется несколько шаблонов, то нам придется имплементировать код в каждый из этих шаблонов. Поскольку, если мы сделаем это только для одного шаблона, мы будем собирать только очень какую-то ограниченную часть данных, далеко не всю. И это будет явной ошибкой. Сейчас я лишь запомню то, что у меня ситуация самая простая и шаблон 1. Он называется «Широкий». Больше здесь мне ничто не нужно. Я, собственно, перехожу на список шаблонов, которые есть на сайте. Я вижу, что мой широкий шаблон, вот он здесь, остальные два шаблона я не буду использовать для отслеживания. Я знаю, что эти шаблоны используются для служебных разделов и не нужны мне для отслеживания. Этот широкий шаблон имеет такой вот ID в системе «Corp Services Green». Я его запомню и сейчас буду искать именно его. Теперь остается открыть само тело шаблона и, собственно, имплементировать мой код. Где находятся шаблоны? Шаблоны можно легко найти в разделе «Контент», «Файлы и папки», «Bittrex», «Templates». Вот перечень всех шаблонов, которые сейчас у меня в системе находятся. Меня, как вы помните, интересует «Corp Services Green». «Desktop App» не интересует, «Learning» тоже нет. «Default» — это дефолтная папка, в которой сохраняются параметры, которые могут использовать все шаблоны в системе. Также для меня она сейчас не нужна. «Corp Services Green» — это шаблон, если в эту папку зайти, то мы увидим, из чего он состоит, этот шаблон. В данном примере я вижу, что здесь есть и папочка картинок, целый ряд файлов, включая CSS и иконки. «Description», который является описанием шаблона. Меня же интересует раздел «Header». Как вы помните, нам необходимо разместить наш код именно перед завершающим тегом «Head». Значит, с вероятностью 999% отвечает за этот блок «Header.php». Попробую открыть его в режиме «Редактировать как PHP код». Поскольку это именно PHP файл, не стоит бояться тому, кто не знает PHP. Здесь нам не понадобится редактировать сам PHP код. Однако нам понадобится сделать все достаточно аккуратно, для того, чтобы не повредить существующую ситуацию с шаблоном. В первую очередь, что мы можем сделать для того, чтобы себя обезопасить. Пока я еще не внес никаких изменений, я нажму «Отменить» и создам копию этого файла. Нажму «Копировать». Могу создать эту копию здесь же, в той же папке, где мы сейчас находимся. «Bittrex», «Complates», «Corp.Services.grim». Файл, скорее всего, придется переименовать. Переименовать автоматически в опции «Дополнительно». Поставим. И остается нажать «Копировать». Остается убедиться, что этот файл требуется обновить страницу. Теперь у меня есть копия этого файла, она называется «Header.1.php». Сделал я это лишь на тот случай, чтобы не привести к тому, что вы можете повредить шаблон. В результате, возможно, просто пропадет вообще все отображаемое содержимое вашего сайта, чтобы себя обезопасить от такой ситуации. «Копия файла» теперь у нас есть. Остается еще раз открыть для редактирования этот файл «Header.php». И нам необходимо, как вы помните, найти закрывающий тег «Head». Сделать это нетрудно, я его нахожу сразу. Действительно, этот файл «Header.php» отвечает за верхнюю часть HTML документа, за часть «Head». Остается только добавить сразу перед закрывающим тегом «Head» тот код, который я скопировал ранее. Открою его из блокнота. «Ctrl-V». Вставлю его непосредственно перед закрывающим тегом «Head». Чуть-чуть для красоты его подредактирую. «Header.php» нам понадобится как отдельная строка. «Header.php» Все. Главное, чтобы не было стерто что-то из того, что было здесь ранее. Главное, чтобы мы не повредили основной код. Тег «Скрипт» непосредственно будет исполнен как JavaScript в процессе загрузки документа. Поскольку он асинхронный, то фактически он не будет принципиально влиять на скорость загрузки содержимого документа, поскольку загрузка основного кода и его исполнение может происходить в процессе загрузки остального содержимого из тега «Body». Таким образом, размещение его в «Header.php» совершенно не воспрещено. Однако, в некоторых случаях, если владельцы сайта сильно обеспокоены его производительностью и какие-то у них есть соображения на тему того, что JavaScript коды должны размещаться внизу перед закрывающим тегом «Body», это действительно по практике так положено и так делать действительно более верно, можете сделать и так, но, к сожалению, это может приводить в итоге к тому, что некоторое количество данных может быть не собрано, ввиду того, что страница может грузиться долго, код JavaScript аналитики не успеет загрузиться, пользователь может даже уйти со страницы ранее, чем загружен будет этот код, ну и ряд других возможных эксцессов могут приводить к тому, что некоторый объем данных о посещениях может не собираться. Поэтому рекомендуется все-таки размещать его перед закрывающим тегом «Head». Остается применить наши изменения. Можно сохранить страницу. В принципе, применение уже сохраняет наши изменения. Убедиться, что размер файла увеличился. Сам файл несколько изменен. И теперь нам остается только дождаться того, чтобы в наш аккаунт аналитики начали поступать данные. К сожалению, сейчас, в настоящий момент, я не могу продемонстрировать, как это происходит с этим сайтом конкретно. Но я могу показать это на примере других, например, сайтов своих. Для этих целей мы будем использовать стандартные отчеты, которые называются «Отчеты в режиме реального времени». Самым простым и эффективным способом является проверить корректность установки вашего счетчика. Это открыть отчет в режиме реального времени в том ресурсе, в том аккаунте, который у вас сейчас был создан. Я как раз переключусь на другой аккаунт, где у меня объективно сейчас собираются данные. И попробую просто открыть этот же сайт в любом другом браузере, предположим, в Explorer. Захожу на свой ресурс, который я только что добавил, отслеживаемый. Дожидаясь, когда он загрузился, и вижу сразу же в моем окне отчетов в режиме реального времени, появилось сообщение о хите. Если у вас хиты идут постоянно, то значит вообще все хорошо, значит отслеживание настроено, как у меня. Если их не было, теперь он появился, это будет означать, что, соответственно, наш код установлен корректно. Если я переключаюсь в какие-то разделы, у меня появляются новые хиты. И таким образом я могу проверить, действительно ли корректно настроен мой счетчик. То есть я могу попытаться попереходить по разным разделам своего сайта. И если ни один из разделов, который я собираюсь отслеживать, не пропускает хит, значит счетчик был расположен корректно и все отлично. Это самый простой способ проверить, действительно ли собираются ваши данные и корректно ли установлен ваш счетчик. На этом, я думаю, первично настройку можно завершить. Сбор данных начался. Вы можете быть уверены, что через какое-то время, а именно через сутки как минимум, необходимо дождаться этого отрезка времени. Вы сможете в стандартных отчетах начать видеть какие-то данные. Потому что данные в Google Аналитике поступают с отставанием 24 часа. Поэтому, несмотря на то, что отчет в режиме реального времени будет сразу показывать вам реальные хиты, отчеты же остальные этих данных показывать не будут до тех пор, пока не пройдут сутки. Поэтому нужно просто запастись терпением, подождать сутки, и только тогда у вас появится первая отметка на отчетах, и постепенно дальше начнут собираться ваши данные. Собственно, на этом можно завершить вопрос размещения корректного кода счетчика. Вопросы? Вот. Да. Могу правильно задать свой вопрос? Отлично. Вы не могли бы вы экране показать? Вывести экран не могу сейчас, к сожалению, у нас такая... В общем, смотрите, это инструменты веб-мастеров. Значит, способы подтверждения... А какое отношение веб-мастер имеет к Google Аналитике? Ну, они же связаны. Так, и что это значит? Вот, значит, ну, вообще по сути своей, Google Центр веб-мастеров и Google Аналитикс, они связаны. Да. Их четыре. И вот один из них – это размещение HTML файла на сервере. Если я хочу сделать какие-то изменения в Google Аналитикс, но подтвердить я хочу именно так, потому что чем этот метод хороший... Можно я сразу чуть-чуть пережу вас? Правильно говорите, но немножко кобылу и телегу местами перепутали. Google Аналитики и веб-центр веб-мастеров, они действительно связаны. Но файл, о котором вы говорите, он служит для подтверждения прав вашего доступа в Google Центр веб-мастеров. А к Google Аналитике этот файл отношения ровным счетом не имеет никакого. Поэтому, собственно, Google Аналитик к вашему сайту имеет отношение только в том виде, в каком я сейчас показал. В виде кода, который вы размещаете на каждой странице вашего сайта. Это единственный способ разместить счетчика Google Аналитик. А уже как вы будете подтверждать права на Центр веб-мастеров с помощью файла или еще как-то, это уже примитивная вещь. И редактировать при этом вам уже ничего не надо будет для Google Центра веб-мастеров. Один раз подтвердив права в виде того, как файл вы закинули, допустим, или там в метатегах что-то прописали, счетчик Google Аналитики вы независимо от него редактируете. И редактируете это точно таким же образом, как я показал сейчас. Ну, то есть вот я закинул этот файл на сервак. Подтвердили права на Google Центр веб-мастеров. Я могу как-то вот этим способом вносить все те же изменения или только то, что вы сейчас сказали? Если у вас на странице нет JavaScript счетчика, то, собственно, никаким образом данные собраны быть не могут. Тут нет вариантов. Единственный способ собрать данные о посещаемости – это разместить счетчик JavaScript на странице. Поэтому в любом случае этот счетчик должен быть размещен. Он может быть размещен, конечно, по-разному. Для этих целей есть Google Tag Manager. Для этих целей часто используют какие-то кастомные форматы JavaScript имплементации. То есть не такие напрямую, которые выдает Google Analytics. Но все равно в результате они приводят к одному и тому же. Загружается основной счетчик Analytics.js, основной JavaScript в браузер. И этот скрипт исполняет функцию сбора данных и передачи их на сервер Google. Поэтому в любом случае на всех страницах должен быть размещен этот код. И, кстати, еще на будущее хочу сказать, потому что первичная имплементация кода бывает, проходит корректно, люди делают это все верно, все здорово. Потом проходит какое-то время, месяц, два, три. Например, наступает Новый год или какой-нибудь очередной наш традиционный праздник, типа 8 марта или еще чего-нибудь 23 февраля. И разработчики или менеджеры, или маркетологи говорят, а давайте мы немножечко поправим наш шаблон, сделаем его новогодним, более 8 мартовским, например. И вы благополучно забываете о том, что вами был имплементирован этот код. И часто бывает делают что? Открывает шаблон для редактирования и просто сносит старый файл хедер.php или просто открывает в каком-нибудь редакторе, или вообще берут копию шаблона и просто на базе этой копии создают новый шаблон. Или просто опять же в систему добавляют еще один шаблон какой-то кастомизированный и подключают его. И при этом просто тупо забывают о том, что на этот шаблон также должен быть внедрен код. И как только это происходит, у вас в отчетах появляется такой вот интересный... И часто бывает, если вы не ежедневно мониторите ситуацию, то вдруг через неделю вы спохватываетесь и видите, что у вас вот здесь вот есть такой раздел уведомлений. В нем часто появляются, допустим, вот такие сообщения. Нет обращений на ресурс или не установлен счетчик. Кстати, рекомендую обращать внимание на эти уведомления. И вы понимаете, что целая неделя данных у вас просто и вылетела. И вернуть ее уже никак не получится. Хорошо, если вы спохватитесь вовремя, через неделю. А то бывает и через месяц-два. Причем обычно спохватываются как раз тогда, когда начальство говорит, срочно надо подготовить отчеты за прошлый месяц. Менеджер, маркетолог, аналитик залезает в аккаунт, у него именно за этот месяц-то как раз этих данных и нет. Естественно, пеняет на Google Аналитик, на все что угодно, кроме того, чтобы взять и проверить, не изменилось ли что-то у вас в шаблонах. И частая еще проблема, это когда код внедряет не во все шаблоны, но об этом я уже говорил. Просто забывает о том, что у нас не один работает шаблон, их два или три, и это надо будет повторить тогда все, что я показал в каждом из шаблонов. В противном случае, очень урезанную версию данных вы будете собирать, и как вы понимаете, такие урезанные данные, конечно, общую, ну, реальную картину вам показывать не будут. Вы будете видеть совершенно искаженные данные. Второй просто у нас переименовался, он теперь называется хедер скобочка 1 скобочка PHP, поэтому он вообще никак не будет исполняться, никто его трогать не будет, он просто лежать будет как копия. Мы при необходимости, если вдруг мы заметим, что что-то при этом произошло с нашим сайтом, если вдруг мы, ну, некорректно провели имплементацию, что-то порушили, мы увидим сразу, мы переключимся на нашу визуальную часть сайта, и мы увидим, что у нас тут что-то неприятно, да, и тогда мы можем сказать, ой-ой-ой, быстренько вернуться в раздел администрирования, переименовать файлы назад, и все вернется на места, и теперь мы будем уже очень аккуратны, и дальше будем разбираться с причинами, почему мы так что-то неправильно сделали. Но, во всяком случае, при наречии копии этого файла, мы теперь защищены от этого. То есть у нас всегда есть архив. Да, тот, который сейчас хедер, мы переименовываем в хедер побитый, ломанный, а тот, который хедер один, переименовываем опять в хедер, и все, опять возвращается на круги своя, но теперь мы уже сидим, уже серьезно чешем затылок, и думаем, что же мы там наокурочили, и как сделать так, чтобы больше это не повторилось. Хедер – это элемент шаблона, из которого собирается страница. Каждая страница моего сайта, вот сейчас, если я зайду на любую из страниц, на контакты, вот она собирается из хедера и из футера. Футер здесь вот у нас в подвале. Поэтому, если мы внедрили этот код в хедер, то он появится автоматом на каждой странице, которую будет видеть пользователь. При условии, что у меня только один шаблон. Напоминаю, если вдруг шаблонов два, значит мне это надо будет сделать на каждой странице. В принципе, я могу сейчас, например, открыть эту... Коллеги на вебинаре вижу вопросы, сейчас тоже отвечу. Я могу открыть исходный код страницы, например, вот, допустим, я зашел на внутреннюю страницу контакта, и в этом коде я могу проконтролировать, корректно ли был внедрен код. Я нахожу завершающий тег хед, и вот он, мой код скрит. В принципе, я вижу, все выглядит нормально, естественно, и так, как должно быть. Таким образом, я могу и есть... Ну, есть, конечно, еще и специальные плагины для контроля, собственно, корректности установки этого счетчика, но это мы уже непосредственно на курсе аналитики рассматриваем, для этого требуется много времени, а мы и так уже с вами почти час заняли. Известный пешагмон, то есть, контроль как показывает аналитики, что именно... Он просто... Да, просто данные со всех страниц тогда поступают, они все агрегируются, они в общей... В отчетах аналитики вы не увидите между ними разницы, это будут все данные, собранные воедино. Если у вас, мало ли, есть необходимость отслеживать их отдельно, вы можете тогда создать еще один ресурс внутри аккаунта аналитики. Он позволит вам другой код сформирования, и вы просто на один шаблон повесите один код, на другой шаблон другой код. Ну, не зная, надо ли это, но если вдруг такая задача у вас будет стоять, можно это сделать. Вопрос Дарья задает на джумла 3, куда код вставлять. Повторюсь, к сожалению, нет возможности показать на каждом движке, как имплементировать код, но принципы абсолютно те же. И на джумле есть шаблон, надо просто, ну, может быть, не знаю, почитать где-то там инструкции, какие-то, как выглядит шаблон в джумле, зайти в административный раздел, открыть этот шаблон, там также примерно концептуально принцип тот же. К сожалению, сейчас нет возможности показать, как сделать это на WordPress, как это сделать на джумле, на той же, на Drupal, но логика и принципы такие же. Еще вопросы? Благодарим вас за внимание. Напомню, что у нас курс по аналитике начнется в ближайшее время. Курс 18.04. Ждем вас. Осталось у нас три места. Курс этот проходит редко, довольно. В ближайшее время у нас появится еще и расширенный курс к этому курсу. Этот у нас курс базовый. Будет в ближайшее время новый курс расширенный для продвинутых пользователей. Там будет рассматриваться очень много аспектов сложных, включая Google Tech Manager, отслеживание расширенных e-commerce и масса других интересных вещей. Эта вторая часть, она появится в самое ближайшее время. Ждем. Когда 18 февраля будет базовый курс как раз, а вторая часть ее пока еще нет в расписании. Да, это будет по субботам. На сегодня, да, вопросы завершены. Благодарю всех. Всего доброго слушателям на вебинаре. Ждем вас на других наших семинарах, на наших курсах. До встречи. Но если есть, я готов еще ответить. Махмуд, спасибо. Если есть еще, готов ответить. Можете мне подсказать по поводу моего сайта с Analytics? Я хотел уточнить, вот, ну, собрал базу данных за работу, в принципе, ничего особенного, но вот, куда мне сейчас лучше смотреть, чтобы просто копить совет именно пообновить. До свидания всего доброго. То есть, данные уже достаточно объемные собраны, да? Ну да, то есть, небольшой сайт, в принципе, ну, вот, когда у нас с вами курс был, месяца два-три назад? Да, где-то так, да. Вот, то есть, я с тех пор регулярно смотрю на Analytics, есть регулярные сайты, то есть, вот, может быть, есть какие-то советы, куда там мне двигаться, что там мне смотреть? Тут надо смотреть на конверсию, есть ли у вас конкретные какие-то конверсионные цели на сайте, выставлены ли они, есть ли у вас отслеживание этих конверсионных целей. Если есть, то тогда все становится, как правило, понятно, отслеживаем конверсионную эффективность, выявляем причины, почему она может быть низкая или там какая-то совсем отсутствующая, и уже тогда действия наши будут направлены на исправление этих ошибок. Смотрите, если так и настраивается, то вдруг... Это необходимо настраивать, я думаю, что если вы специально не создавали, то до свидания, потому что конверсии у нас в аналитике отслеживание настраивается через события и через, соответственно, цели. Если заданы события и цели, то, соответственно, у вас будет в отчетах информация о том, какое количество конверсий, какой канал привел, например, соответственно... А что является у вас конверсионной целью? Ну, корзина и доставка оплаты. Ну, то есть, это... Заход в корзину пользуется, да, и доставка... Ну, тут тогда у вас однозначные ответы уже должны быть, есть ли у вас конверсии, есть ли у вас заходы в корзину, есть ли еще и оплата. То есть, уже есть какой-то коэффициент конверсии. Да. Вы даже можете сказать, какой? Порядка 12. 12% конверсионных сайтов. Да. Хорошие результаты. Ну, у меня основные – это поиск, но поиска мало, и сайты партнеров, где я являюсь официальным дилером. Потому что Royal Canin, например, запрос брендовый, и когда ты забираешь коем Royal Canin купить, то они все сразу... Хотелось бы быть скорее голосовым, то есть, если можно, предметом смотреть. Давайте, тогда я завершаю сейчас наш вебинар. Благодарю еще раз всем. Да. Дарья. Благодарю. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...